Ола, амигос! И добро пожаловать в мир чудесов, неописуянных. Не, но рели, складывается впечатление, что все гини западные. Вдруг посчитали, что народ кругом в состоянии афика пребывает. Не от того, что они отчебучивают, а от того, что мало. А помните пиромана Полудана, что к седым годам о шайтанам и технологиях узнал спичка обыкновенная. Ну там еще Дания со Швецией вот в лице первых лиц выдавала. Мы не страны рабов, мы свободные и европейские. За ценности мы горой. Свобода слова, свобода мысли, свобода сжигания и оскорбления всего, что не наше. Полицию подгоняли, чтобы дары промятые от недалеких оберегать. Ну и конечно, ничто не заставит нас от евроценностей отвернуться. Ничто, кроме процесса изысканного огребания. Так что в лучших традициях свобод европейских в Дании вводят уголовную ответственность за подобные деяния. И не потерпит эта демократическая страна, чтобы в ней сжигали религиозные книги. Мы живем в светском обществе. Там, правда, сотни художников и интеллектуалов местных в бутылку полезли. Мол, это покушение на искусство, политическое самовыражение и свободу печати. А также на свободное и демократическое общество. Ну вот и ништяк у них там интеллектуалы и художники. Для которых оскорбление и сжигание это венец культурного развития. А вот книжечки какие писать сами, вот или мазню на холсте изображать, не. Кстати, если вдруг кто не обратил внимания, то в РФ с какого-то момента перестали решение ЕСПЧ признавать. И был это удар ниже пояса. Ибо теперь конторке этой приходится браться за более сложные дела. Но что там из последнего? Иск болгарской труженицы с низкой социальной ответственностью. И замес стартанул с того, что посчитала эта подруга несправедливым, что ее сутенер бабло гребет 24 на 7. В то время как ей, вот той, что самоотверженно бралась за любую работу и с честью ее выполняла, приходилось периодически отлучаться на пожрать и на поспать. Так таков подлец в это время ей замену находил. Вместо того, чтобы к лентуре объяснить, что тетенька устала и надо подождать малек. А что это как неупущенная прибыль? Ну вот с такой предъявой она и пошла. Сначала в суд Болгарии, где ее послали, сославшись, что такие отстежки противоречили бы принципам морали. Но благо есть Европейский суд по правам человека, где на основании статьи 4 Конвенции по правам человека она дело и выиграла. Правда есть нюанс. Выплачивать ей все теперь будет не сутенер, а государство. А в следующий раз Фемида болгарская будет более внимательно такие дела рассматривать. И страшно представить, чем там сейчас суды завалят. Если кому интересно, то выбила она 6 тысяч евро и 3 тысячи на расходы. Ну так это только она одна. Ну а ЕСПЧ наконец-то нашел себя. А то все же переживали, а что делать-то с уходом России? Вы, кстати, в курсе, что ОПЕК плюс-минус сократил добычу нефти. И все это на фоне того, как стратегические запасы в США уже рухнули ниже уровня 1984 года. И казалось бы, ну и что? Да ничего. Если не брать в расчет, то откуда теперь берут нефть Штаты? А закупы идут из... и не с того начал. И дубль два. А помните, как в ноябре в Вашингтон пост на сопли зашел, когда выяснилось, что даже не частники какие, ну которых можно санкциями наклонить, а сам Пентагон закупал российскую нефть. Правда, делал он это вот по-хитрому, чтобы за задницу не взяли. Но там сначала кораблик загружался в России. Затем до Греции худо-бедно доплывал. Дальше прилетал Гарри Поттер и то-се опаньки, и уже греческая нефть. На военные базы американские и растекалась. Не смейте даже думать, что там ее мешали, а и документы переделывали. Это все сложные технологические процессы добычи нефти из недр танкерных. В любом случае, воня поднялась, как же так, эмбарго и т.д. Но вонь исключительно у писак американских. Европейцы же в лучших традициях не верим глазам своим нечестивым. Но прошел месяц, и вот уже нефтяной танкер Авенко. На прямки из Новороссийска доставил 50 тысяч тонн жижи на военно-морскую базу ВМС США Норфолк. И, видимо, потому что санкции работают и потому что эмбарго, а заморачиваться с переливашками и документами не стали. Но все равно же все вскроется, так че заморачиваться? А что до европейцев и их потолков с запретами? Ну, так им же не привыкать в правильную позицию занимать. Правильно я говорю, Шольц? А тем временем в Нью-Йорк Таймс подвели с ног сшибательные результаты встречи Урсулы Шарля с Си. Но я напомню, что эти два ничего не решающих рванули в Китай Си нагнуть по теме отношений с Россией и торгового дисбаланса. А когда призывы перестать вести отношения с русскими не проканали, попросили хотя бы сократить торговый дисбаланс между странами. Ну или, ну, самолет хоть заправьте. Си, головкой покачав, согласился, что разрыв в 500 миллиардов и правда выглядит таким себе. Правда, наводящий вопрос из серии, а что вы вообще можете нам предложить из нужного, поставил двух из ларца в неудобное положение, так как кроме инновационных изысканий в области производства санкционных пакетов, Евросоюзу похвастаться и нечем. Также Си посетовал, что общаться с ними сложно, так как собственные решения они не принимают и находятся под влиянием штатов. Ну вот, знаете, вот как вот тряпичные куклы, вот им вот, ну вот туда вот руку засуывают, и они так смешно дергаются, ручками, ножками машут и рот открывают. Но вот когда ЕС этот барьер преодолеет, и поговорим. И да, кто переживал, с самолетом заправили и домой отправили. Отличного дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok